Начинаем тест-конференцию по традиции. Вопросы гостям. Владимир Васильевич Муханов готов ответить? Покомментируйте игру. В общем-то, комментировать нечего, потому что игрока пятовая не получилась абсолютно. Причины не хочу сейчас искать. Возможно, повлияло после грубейшей ошибки первый мяч. Но много суеты, абсолютно без мысли. Мы, имея мнимое преимущество, не создали ни одного стоящего момента. Поэтому, конечно, удручающие результаты и не менее этого играют. Владимир Васильевич, в каких компонентах? Что сегодня? Не у завтра с командой? Или, в принципе, ничего? Потому что, очевидно, что с середины поля опять проседало. Уход Мечкова и Щерок, выход из Машуха, не усилен. Комиссов вы оставили на потом? Ну, там такая ситуация, что, безусловно, потеряв Шарипова, мы потеряли мозги в центре. И Мечков, который цементировал и руководил групповым отбором верхним, получил травму. Это все, ну, как бы, лежит на поверхности. Не хотелось бы на это списывать. Там еще ряд игроков, которые, в общем-то, могли бы в какие-то роли сыграть, но не сыграли. Я должен отметить Металлург, который, в общем-то, имея форму в один мяч, играл здорово в обороне. Перекрыл все, и практически у нас не было ни одного вскрытия фланга, где бы использовался рост антипера. Поэтому валить на кого-то, там, чего-то не хочется. Значит, что-то, что-то, ну, во-первых, Металлург изначально. С факелом всегда бьется насмерть, и они, в общем, доказали принципиальность этой игры. Я не скажу, что наши игроки не старались, просто они все делали не в попад, абсолютно. Когда надо подавать какие-то, опять идут обыгрыши, когда надо через пас сыграть идет обводка. То есть, вообще не попали в игру. Это мое мнение. По самодаче у вас, как вы сейчас сказали, что по самодаче победы нет, но вот, с тем более, казалось, что в некоторых эпизодах люди явно не дорабатывали. Здесь, возможно, да, тут такая дисбаланс в функциональном состоянии. Естественно, там Кузнецов, там Комисов, Витя Строев много пропустил. Где-то, возможно, казалось, что они не дорабатывают, но, мне кажется, они то, что могли сегодня, то и дали. Естественно, если бы они это с головой делали, возможно, результат был бы другой. А так, в общем-то, в особенно второй тайм, столько эмоций, столько неверных действий, что, в общем-то, не узнал половину игроков команды. Все-таки голевой момент. Один с принципиальным соперником должна была команда создавать, почему не получилось? Я уже объяснил чуть-чуть. Мы не смогли вскрыть фланги, а это, в общем-то, одно из ключевых в нашей игре. То есть умение вскрывать фланги, делать острой передачи штрафную, у нас ничего не прошло. Лазарет команды снова увеличится, да? Мечков, Погребляк, Тарипов? Ну, в принципе, да. То есть одна группа людей восстановилась и на этом этапе что-то может по непродолжительное время в районе тайма помочь, а вторая опять травмировалась. Но я не думаю, что у Мечкова там что-то серьезное, его просто поймали на бедро. А ребята приехали в Сербию, уже завтра прилетят. Будем смотреть, в каком они состоянии. То есть там должно быть, возможно, кто-то из них применится в следующем матче. Две игры осталось до конца этой части чемпионата, а разрыв Сокола шесть, а Рашков составляет. В общем, наверное, не к этому готовились, да? Ну, конечно, не к этому. Трев большой, но не катастрофические. Игр еще достаточно. И сейчас самое главное, в общем-то, не вдаваться в панику с моей точки зрения. Ну, во-первых, поздравляю всех своих футболистов, болельщиков с победой. Дерби есть дерби. На это упор, на установки. Три-четыре дня, как готовились, все понимают, что Липецкая раньше всегда принципиально всегда. На каких там местах кто-то и находился. Ну, не рядовой матч. По игре «Факел» просматривали мы последние игры, что, естественно, хорошая команда, купили хорошие футболисты на задачи. Это однозначно задача первой лиги. Поэтому здесь сыграли немножко от обороны. Плотно, компактно. Я считаю, что многое получилось. И, естественно, свои атаки были. Забили. Хороший гол. Сзади, в обороне, практически. Момент соперник не создал. Говорит о всей команде, о игре в обороне всей команды. Плюс второй тайм опять терпели. Били, сплостались, но по-другому нельзя, да? Когда соперник селел, приходится. Да и не приходится, так и надо играть. Били, сплостаться и цепляться. И во втором тайме было тоже пару моментов. Чистый выход один на один не использовал. Чего-то не хватило. Так что, 1-0 металлург. Игулок.